МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Вестнике Сверодвинска. Третий день без горящей воды. Жители почти целого квартала снова моются в тазах. Видны в лучах солнца и слышны для слабовидящих. В городе установят светодиодные светофоры. За погибшего пешехода лишение права управления транспортом. Подросток-подсудимый попал под амнистию. В городе Корабелов ждут новый скалодром. 22-метровая конструкция расположится за детско-юношеским центром. Семь выпускников сдали ЕГЭ по-русскому на 100 баллов. Здравствуйте! В эфире Вестник Сверодвинска в студии Марина Хохлова. Результаты госэкзамена по русскому языку в этом году приятно удивили. Ведь треть школьников в Сверодвинска набрали 80 баллов и выше. А вот не справились трое. У них есть шанс пересдать ЕГЭ. В этом году ЕГЭ по-русскому языку сдавали 965 учащихся северодвинских школ. Четверо отсутствовали по уважительной причине, а трое не справились с экзаменом. У тех и других будет возможность прийти на пересдачу 22 июня. Средняя оценка в этом году 69 баллов. Это на 3 балла больше, чем в прошлом. Ни в одной школе не замечено нарушений. С экзамена никого не удалили. В этом году рекордное количество тех, кто сдали экзамен на 100 баллов. Таких 7 человек. В прошлом году было только двое. В стубальнике в этом году у нас есть в лицее 17, 3 человека. В школе номер 6, в школе 24, в гимназии 8 и в северодвинской городской гимназии в 14. Но пока результаты нас радуют. Обучающиеся, родители, педагогические коллективы провели огромную работу. Сегодня прошли ЕГЭ по иностранным языкам и физике. 15 июня – информатика и биология. Впервые единый государственный экзамен провели в 2005 году. Тогда многие относились к нововведению скептически. Сегодня результаты ЕГЭ засчитывают при поступлении почти во все вузы страны. Шесть новых регулярных автобусных маршрутов появятся в регионе в этом году. Один из них будет курсировать между Северодвинском и Архангельском. Соответствующий документ подписали сегодня в региональном правительстве. Впереди – проведение конкурса и выбор перевозчика. Новый маршрут будет курсировать между аэропортом Талаги и проспектом Труда. Формально 153-й автобус существует и сейчас, но в статусе пригородного. Теперь он станет регулярно межмуниципальным. Как будет ходить в новом статусе, на сайте не уточняется. До этого момента 153-й маршрут будет ездить по прежнему графику. Еще одно из новых значимых направлений – Новодвинское муниципальное кладбище. Маршрут решит проблему с доставкой новодвинцев к месту захоронения их родственников. Также новые автобусы будут ходить от морского речного вокзала столицы Поморья в деревню Паврокульскую, из Новодвинска в деревню Негина. Из Мирного автобусы запускают в поселки Северонежск и Малая Конева. Северодвинские скалолазы уже в ожидании. Решается вопрос о строительстве нового спортивного объекта высотой 22 метра. Детали проекта обсудили строители и спортсмены. Сейчас в городских секциях альпинизма занимается около 200 человек. Старая вышка на Тургенево уже не справляется с таким количеством спортсменов. К тому же она не имеет эталонных трасс. Они необходимы для проведения соревнований российского и международного уровней. Мы уже долго ждем хорошего скалодрома, чтобы ребята по-хорошему тренироваться показывали результаты на российских соревнованиях. И так бы ребята действительно совершенствовались. Ну и приглашали бы других спортсменов и других городов, обменились бы опытом. Проект будущего скалодрома разработан в Москве. Его высота 22 метра и минимум 6 трасс. Покорять новые вершины северодвинцы будут за детско-юношеским центром. На объекте смогут заниматься как спортсмены, так и различные спецслужбы, спасатели, военные и промышленные альпинисты. А также люди с ограниченными возможностями здоровья. Для всех желающих, наверное, сделано так, чтобы каждый мог попробовать. Сейчас вот в России идет такое направление, это люди с ограниченными возможностями. Они первые шаги делают именно на таких вот трассах. Они несложные, может быть, но для них понятно, это первые шаги. И проводятся сейчас уже соревнования, фестивали. И для этих людей, конечно, нужно тоже что-то сделать. Сейчас городская строительно-ремонтно-эксплуатационная служба должна выполнить геологические исследования грунта и расчет нагрузки на фундамент. Если проверки не вызовут нареканий, то новый спортивный объект появится в городе Корабелов в 2016 году. Константин Мухин, Андрей Ряхин, Вестник, Северодвинска. Светодиодные светофоры появятся на двух перекрестках города. К октябрю их установят на пересечениях улицы Советской с Профсоюзной и проспектом Беломорским. Эти два перекрестка модернизируют не случайно. Во-первых, имеющиеся там светофоры сильно устарели. Их стаж уже более 40 лет. Во-вторых, на перекрестке Советская и Профсоюзная изменена организация движения. Там не хватало двух пешеходных секций. Возникали затруднения для переходящих дорогу людей. Теперь все неудобства устранят в замене стойки и все кабели. То есть есть необходимость замены световых приборов, которые там применяются, на светодиодные, которые обладают большими светографическими характеристиками. Будет улучшено их восприятие, особенно в солнечное время, когда плохо видно ламповые светофоры. Кроме того, на новых светофорах установят звуковые сигналы для слабовидящих пешеходов. Модернизацию проводят в рамках муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения. Стоимость проекта – 950 тысяч рублей. Сейчас администрация ищет подрядчика. Срок окончания работ – 15 октября 2015 года. Радовались коммунальным благам недолго. Уже третий день в районе Дитра несколько домов вновь отключены от горячей воды. Жалобы жителей остаются без ответа. В причинах коммунальной беды разбирался Артур Ромих. В третий сутки без горячей воды остаются жители дома номер 11 по проспекту Ленина и рядом стоящих домов. Никаких объявлений о плановом отключении нет, как и информации о том, когда горячая вода снова появится в кранах. Мы ЖКХ звонили, что-то обещали, но не знают, что. Подвижки-то нет. А почему так происходит? Потому что так живем в России. Нет воды и все, не знаю причину. Я даже не знаю причину, почему ее нет. В ТГК-2 называют причину отключения этой неисправности сети в районе дома инженерно-технических работников. Он расположен по соседству. Директор Дитра информацию подтвердил. Говорит, затопило весь подвал. Когда сообщили в ТГК-2, от воды отключили весь квартал. По словам директора дома техники, жители окрестных домов несколько раз звонили дежурной и даже довели ее до истерики. Я такой же потребитель, как они. В общем, все, что находится внутри здания, за стеной, это мое. А вот то, что вне стен любого здания, это гортеплосеть. Сейчас ремонтные работы почти закончены. Трубу заварили, но остается вопрос, почему аварию устраняли так долго. В ТГК утверждают, разрыв трубы произошел из-за неких ремонтных работ, которые проводились на канализационных сетях. Хотя поблизости никаких следов работ, кроме сварки трубы горячего водоснабжения, наша съемочная группа не увидела. Отключение горячего водоснабжения в доме произведено вечером 9 июня. Подрядцы все обмашки предприятия. Подрядчики этого предприятия не согласовались с тепловыми сетями проведения ремонтных работ на канализационных сетях дома. В результате повредили теплострацию на входе в здание. В настоящее время место повреждения установлено, выполняют работы по устранению выгодного дефицита. В ТГК-2 заверили, водоснабжение планируют подать уже к сегодняшнему вечеру. Людям останется подождать, когда заглушки откроют в подвалах домов. А это будет зависеть от управляющих компаний. Артур Ромих, Родион Саханько, Вестник Северодвинска. Началась активная фаза строительства высокотехнологичного жилого комплекса на площади Пашаева. Перед авторами проекта стояла сложная задача – завершить недостающую часть кольца на пересечении Ломоносова и Морского. Дом должен органично вписаться в имеющуюся архитектуру и стать символом обновления города. Круг на пересечении Ломоносова-Морской замкнется в 2017 году. Здесь возводят жилой комплекс «Парус». Воплощает проект крупнейший застройщик региона «Аквилон Инвест». Кроме этого, строительный инвестиционный холдинг строит еще один комплекс «Пионер» на улице Пионерской. В планах возведение новостройки на индустриальной. На данный момент мы погрузили порядка 919-метровых железобетонных свай. Приступили к выполнению работ по устройству фундамента в первую очередь жилого комплекса «Парус». Наружные стены будут выполнены из высокоэффективного материала теплой керамики, что позволит жильцам сэкономить до 50% коммунальных платежей. Здесь разместят различные зоны отдыха – от детских площадок до оборудованной хоккейно-футбольной коробки. Каким будет «Парус» можно увидеть на макете. Их два. Один демонстрирует первую очередь жилого комплекса. Это здание, элементы благоустройства – деревья, фонари, велосипедные парковки и автобусная остановка. На втором макете – как будет выглядеть площадь в целом. Такие уменьшенные копии стали фирменным стилем компании-застройщика. Именно они помогают определиться с выбором квартиры. Также в «Парусе» обещают революцию в планировке. В новом жилом комплексе «Парус» будет использована концепция «Разумные метры». Эта концепция разработана в электровочной лаборатории «Аквилон Вест». На практике она означает то, что в квартирах не будет лишних углов, длинных узких коридоров и невостребованных вообще помещений. Благодаря такой оптимизации площади мы получаем максимальный комфорт и удобство для будущих жителей, что позволит сэкономить даже в том числе на приобретении площади. Совсем скоро стартуют продажи первой очереди жилого комплекса «Парус». В офисе компании «Аквилон Инвест» на «Морском 15» специалисты ответят на любые вопросы. Покажут планировки квартир и макеты жилых комплексов. Для первых 20 покупателей – скидка, рассрочка платежа на 2 года и выгодная ипотека. Стать героями наших сюжетов можете и вы. Обо всем интересном сообщайте по телефону 580-700 или пишите номер 8-911-0-580-700. Трехмачтовый парусник «Мир» прибыл в Архангельск для совершения крестного хода на Соловки. Путешествие из Санкт-Петербурга заняло у фрегата около двух месяцев. С остановками в Гамбурге, Норвежском Ларвике и Мурманске. Построен «Мир» в 1987 году на верфи Гданьска. Его длина – 109 метров, вместимость – 200 пассажиров. Максимальная скорость под парусами – 21 узел или 40 км в час. Это самый быстрый парусник в мире. В Архангельске мир пробудет до 15 июня. Подняться на борт можно по предварительным заявкам 11 июня с 11 до 17 часов, в свободном порядке 12 и 14 июня с 11 до 16 часов. А теперь о погоде. Слово Ольги Савиновой. С дождями, увы, пока придется мириться. Здравствуйте. О метео- и астропрогнозах после коротких анонсов. Далее в выпуске. За погибшего пешехода лишение права управления транспорта. Подросток-подсудимый попал под амнистию. Новый случай нападения с ножом. Неизвестный без причины едва не зарезал прохожего. О метеопрогнозах расскажет Небесная канцелярия. Спонсор выпуска – мебельная компания «Корпус». 12 июня по данным Гесметио в Северодвинске ночью ожидается плюс 8, днем 11 градусов. Утром ясно, во второй половине дня пасмурно, дождь. Ветер западный, северо-западный, умеренный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба. По лунному календарю пятница – мощный день. Это период разрушения старого и создания нового. В человеке могут проснуться огромные силы. Этот лунный день необходимо использовать для укрепления здоровья. Астрологи рекомендуют практиковать физические упражнения. А создать гармонию и уют в доме поможет «Корпус мебель». Только в компании «Корпус» – многофункциональные гардеробные «Ариста». Удобное размещение ваших вещей. «Корпус мебель» – мебель на любой вкус, кошелек и настроение. У меня все. Яркого дня и ясных улыбок. До свидания. «Корпус мебель» – мебель по индивидуальным заказам в квартиры, офисы и загородные дома. Кухни, шкафы и купе – мебель для офиса из экологически чистых и надежных материалов. «Корпус мебель» – торговый комплекс М-15 на первом этаже. Телефон 58-92-75. Новая удобная упаковка. Ничего, кроме молока. Северодвинск молоко. Покупайте с удовольствием. Главное событие лета. В Центральном универмаге открывается новый отдел детской обуви «Медвежонок». Самая яркая, удобная и красивая обувь для ваших любимых детей. ЦУМ – третий этаж. В эфире «Вестник Северодвинская» мы продолжаем. Сегодня в городском суде решилась судьба 18-летнего северодвинца. В октябре прошлого года он насмерть сбил прохожую на пешеходном переходе. Малой человек находился за рулем квадроцикла. Следствие длилось 7 месяцев. В итоге не сторона обвинения и уж тем более родственники погибшей приговором остались недовольны. Приговор суда по делу о гибели северодвинки под колесами квадроцикла сегодня поверг в шок родственников погибшей. Напомним, в октябре прошлого года на пешеходном переходе проспекта Морского в районе дома 40 квадроцикл сбил женщину. За рулем четырехколесного транспорта находился на тот момент несовершеннолетний. Квадроцикл 17-летний подросток взял у отца, чтобы покататься. В итоге парня на месте задержали очевидцы трагедии. Позже на суде свидетели утверждали, что в тот вечер подросток был явно не трезв, а его пассажир ехал на квадроцикле с бутылкой пива в руке. Но в суде этого доказать не удалось. Сегодня судья зачитал свое решение. Однако такой приговор пострадавшую сторону вряд ли сможет удовлетворить. Выходя из зала суда, родственники погибшей женщины называли подсудимого убийцей. Пока в законную силу приговор суда не вступил, но уже сейчас понятно, что обжаловать его защиту подсудимого молодого человека будет вряд ли. У погибшей остался муж, которому теперь предстоит одному растить детей. Сверодвинец попался на экстремизме. Следственный комитет возбудил оголовное дело в отношении 32-летнего мужчины. Он в течение двух лет размещал в социальной сети ВКонтакте несколько изображений, призывающих к возбуждению ненависти и вражды против ряда этнических и религиозных групп. Мужчина теперь может грозить на двух лет лишения свободы. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Помощь медиков этой ночью потребовалась 33-летнему северодвинцу. При бывшей бригаде врачей пострадавший пояснил, он стал жертвой неизвестного. Тот без причины несколько раз ударил его ножом. Северодвинец получил проникающие ранения в области ребер и лопаток. Однако, истекающей кровью мужчина смог добраться до дома и самостоятельно вызвать скорую. В состоянии шока его госпитализировали во вторую горбольницу. Напомним, 7 июня на окружном шоссе в районе ГСК «Контакт» прохожий также пострадал от холодного оружия. Сейчас полиция ведет поиски нападавшего. Мужчине на вид 25-30 лет, ростом не менее 180 сантиметров, плотное телосложение, славянская внешность, короткие волосы, носят очки, стекла прозрачные. Одет в черную куртку, спортивные штаны темного цвета, на них по бокам белые лампасы. Не исключено, что мужчина страдает психическим расстройством. Невнимательность при совершении маневра привела к ДТП. На записи с видеорегистратора видно, как машина двигается к выезду из двора. Однако навстречу авто с регистратором с улицы Индустриальной внезапно появляется лада. Водитель отечественной машины даже не успевает затормозить и двигается явно быстрее, чем того требовали обстоятельства. О повреждениях автор видео не сообщает. Старая русская пословица гласит «Готовь сани летом». Этим своеобразно занимаются молодые северодвинцы. К отечественной ладе, видимо, ради развлечения, они приспособили детские санки. Зрелище, конечно, эффектное, но вот забава явно небезопасная. Хотя в этом случае все обошлось. Вестник Северодвинска о спорте. В поселке Октябрьский Устьянского района состоялся легкоатлетический пробег на призы Героя Советского Союза Николая Ивановича Кашина. В легкоатлетических забегах приняли участие более ста спортсменов из Санкт-Петербурга, Вологодской и Архангельской областей. Участники соревновались на трех дистанциях – 5, 10 и 20 километров. Самую длинную преодолевали 40 человек. Первое место завоевал гость из города на Неве Александр Павлениц. Северодвинец Вячеслав Кондратов, специализирующийся на марафонских дистанциях, финишировал вторым и удостоился серебряной медали. Бронзовая награда у Алексея Габова из Вельска. 12 июня в столице Азербайджана, Баку, открываются первые европейские игры. В соревнованиях примут участие больше 6 тысяч спортсменов из 50 стран. В их числе и четверо северян. В программу первых европейских игр включены соревнования по 20 видам спорта, 16 из которых – олимпийские. 12 видов спорта будут иметь статус квалификационных к летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. За медали соревнований и путевку в Бразилию поборются 4 спортсмена по море. Мастер спорта международного класса погребли на байдарках и каное Наталья Подольская, а также три представителя пулевой стрельбы – Леонид Якимов, Станислав Круглов и Дарья Вдовина. Тренерский штаб будут представлять Александр Поздеев и Андрей Тяпков. На сегодня это все новости, но не переключайтесь. Прямо сейчас в эфир выйдет программа «Проавто». Обо всем интересном сообщайте по телефону 508-10700 или пишите номер 8-911-0-580-700. Наши видеоматериалы можно увидеть на сайте северодвинск.тв. С наступающим праздником! До свидания! К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Поэтому всегда будь настороже, обращая внимание на подозрительных людей, предметы, никогда не принимая от незнакомцев пакеты и сумки. Избегайте большого скопления людей. Не вступайте в незарегистрированные организации. При угрозе теракта контролируйте ситуацию. Узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы по телефону 02 МВД России или 58-21-31 ФСБ России и региональное управление по Архангельской области в городе Северодвинске. Отдел гражданской защиты администрации Северодвинска. Телефон 58-34-54. Торговая сеть «Медведь» приглашает принять участие в акции «Летний подарок». Купи пару обуви, получи купон и оплати им часть следующей покупки. Торговая сеть «Медведь». Обувь для ваших ног. Торговая сеть «Медведь». Ветер западный, северо-западный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба. Утром ясно, днем пасмурно, возможен дождь. Температура ночью плюс 8, днем до 11 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова